Я сегодня не буду вас мучить никакими алгоритмами, у меня доклад такой больше информационный и покажу пациентов. Я думаю, кто мои лекции слушает сегодня, были благодарности, я вам благодарна за благодарность. Знаете, что я всегда люблю показывать на примере пациентов, мне кажется, так запоминается лучше, чем просто строчки каких-то алгоритмов к действию. Итак, фиокронстоми при нейрофиброматозе первого типа – это такое наследственное заболевание, которое открыл Фридрих Риклинхаузен уже очень-очень давно, первый раз он его описал в конце XIX века. Это был немецкий патолог, работал в тот момент он в Кёнигсберге, сейчас это Калининград, поэтому немножко мы тоже к этому причастны, хотя, конечно, он всё-таки немец. Это гетинетически детерминированный синдром с аутосомно-доминантным типом наследования, мутация на 17-й хромосоме, довольно распространённая на самом деле, это не очень редкая мутация, но не так часто при ней встречается фиокронстома, хотя мы должны её подозревать. В чём преимущество нейрофиброматоза по сравнению, например, с МЭН-синдромом 2А? Его видно клинически, то есть этот пациент, когда у вас сидит на приёме, вы просто видите, что у него есть нейрофиброматоз. В большинстве случаев так. 50% пациентов спорадически, 50% имеют наследственный анамнез, и есть такой достаточно выраженный фенотипический полиморфизм, помимо кожных проявлений, так и опухоли, которые характерны для этого синдрома. Есть установленные критерии диагностики, они на самом деле были выявлены только в 1987 году, то есть век фактически прошёл с момента первого описания этого синдрома. Почему? Потому что есть фенотипический полиморфизм, и никак не могли выяснить, какие критерии являются обязательными для этого диагноза. У взрослых обычно поставить диагноз несложно, если вы раздеваете пациента и просто смотрите его кожные проявления. Есть проблемы поставить этот диагноз у детей, потому что у них какое-то одно-два пятнышек цвета кофе с молоком не всегда позволяют сказать с уверенностью, что да, это нейрофиброматоз, и у них требуется генетическое исследование. Вот если вы клинически можете поставить синдром, то генетическое исследование уже не обязательно у этих пациентов. Опять-таки, учитывая, что генетические исследования чаще всего пациенты выполняют за свой счёт, здесь мы можем получить уже сразу клинический ответ, потому что генетические исследования экономически не всегда пациенты выполняют. Мы с этим сталкиваемся, к сожалению, и детей не проверяют на известную у них, например, мутацию. Да, такое в клинической практике встречается именно потому, что не входит в стандарт ОМС. Критерии диагностики мы можем поставить у взрослого человека, если есть 6 и более пятен цвета кофе с молоком, покажу картиночки. У ребёнка это более 5 мм, у взрослого более 15 мм. Веснушчатость в подмышечных или паховых складках, гоморотромы радужки или узелки лиша. Если ещё клинически можно увидеть нейрофибромы, это такие беленькие узелковые новообразования, будет выявляться у этих пациентов глиомозрительного нерва, и могут быть различные костные нарушения, дисплазия крыла кленовидной кости, врождённые истончения картикального слоя кости и псеводортрозы. Бывают ещё формирования ложных суставов. Обычно эти пациенты в детстве прооперированы по этому поводу. Если у пациентов есть нейрофиброматоз у родственников первой линии родства, то мы понимаем аутосомно-доминантное заболевание. Мы должны, конечно, детей обследовать более пристально. И из тех немногочисленных пациентов, которые у нас были, вот я сейчас смотрела нашу Выборгу, 5 пациентов с нейрофиброматозом и феохромоцитомой были прооперированы из более чем 300 пациентов с феохромоцитовой. Представлю одну из них. Достаточно классическая картинка будет. В 26 лет первые клинические проявления у неё были во время беременности. Она говорит, я прям начала покрываться вот этими пятнами, узёлками. Видимо, с каждым месяцем всё больше. Она пыталась их удалять. Это тоже обычная практика у пациентов с нейрофиброматозом. Остаются у них чаще всего такие достаточно выраженные рубцы. Вот так это выглядит, когда она у нас уже была. Чтобы вам было более понятно, о чём я говорю. То есть вот такие беленькие, видите, как родинки, их можно назвать. То есть новообразование кожное и выраженная веснувчатость у неё всего кожного покрова. Хотя более характерно обычно именно в складках. То есть это не характерная пигментация. В данном случае она у неё являлась всё-таки признаком наследственного заболевания. И она никак ни с чем не связывала эти новообразования. Ну, есть и есть. Перестала их удалять, поскольку невозможно с ними бороться. Они уже распространились по всему телу. У матери таких новообразований кожных не было. Отца она не знала. У дочери нет также таких кожных новообразований. Но мать длительно страдала гипертонической болезнью и умерла от инсульта. То есть опять-таки, когда мы смотрим пациента с феохроматозомой, мы думаем о каком-то наследственном анализе. С жалобами она поступила классическими, характерными для пароксизмальной формы феохроматцитомы. То есть это пароксизмальное повышение уровня артериального давления до 200 на 120, учащенное сердцебиение, головная боль. И у неё ещё были достаточно частые носовые кровотечения на этом фоне. После 50 лет появились периодические повышения уровня артериального давления. Они прогрессировали. Ну, естественно, сами понимаете, женщина, 50 лет, менопауза, гипертоническая болезнь. Никаких больше подозрений не было, и это понятно. Но когда уже приступы приобрели кризовый характер, то доктор ей назначил суточную мочу на метанефрины в том числе. Наблюдалась она по поводу узлов в щитовидной железе. Мы когда уже стали дополнительное обследование делать и биопсию выполнили, был коллоидный узел. Там ещё был такой один узел, который был подозрителен на аденому около щитовидной железы. Позади находился и гипохогенный был. Была выполнена пробная и биопсия этого объекта. Это оказался лимфатический узел, поэтому ни лабораторно не был выявлен гиперпаратериоз, ни по результатам биопсии. Хотя, естественно, биопсия не является стандартом диагностики гиперпаратериоза. Характерная картинка компьютерной томографии надпочечников для фиоформацитомы. Тоже вы видите такая ровненькая круглая опухоль с симптомом кольцевого ободка. То есть внутри происходит распад опухоли, а солидная структура остаётся снаружи. На контрастировании, это артериальная фаза контрастирования компьютерной томографии, очень хорошо видно именно вот такое кольцо. Это классическая картинка фиоформстомы по компьютерной томографии. Достаточно крупная, причём она достаточно быстро росла. С тех пор, как мы начали обследование, был размер опухоли около 5 сантиметров. Потом у неё были семейные проблемы. Она не сразу к нам снова пришла, явилась именно на операцию, несмотря на то, что было дано направление. Мы начинали готовить её доксозазином, потом добавляли метапролол. Но операция была только через 7 месяцев выполнена после первичного обращения. И фиоформстом увеличилась в размере до 7 сантиметров. То есть 2 сантиметра за полгода фактически. Большой был рост. Были повышены в моче метанефрины. Мы можем видеть, что у данной пациентки был преимущественно адреналиновый тип секреции опухоли. То есть, видите, норметанефрин чуть-чуть буквально повышен. В основном повышены метанефрины. Почему обращаю на это внимание? Потому что второй случай покажу, где преимущественно будет норадреналиновый тип секреции. Потому что может быть и так, и так. И это не зависит от даже наследственного синдрома. И что ещё отличало эту пациентку, что отразилось на её послеоперационном наблюдении, это серая зона по тестам с одним миллиграммом дексаметазона. Сейчас это считается автономной гиперсекрецией, мягкой автономной секрецией. В общем, много разных названий. Мы привыкли к тому, что это была серая зона. То есть мы не получили подавление уровня кортизола после теста с одним миллиграммом дексаметазона. По щитовидной железе с функцией было всё спокойно. Как я сказала, кальций был нормальный. Парад гормон немножко повышен. Назначили ей 4000 холикальциферола. Она за те полгода, пока её не было, повысила свой уровень витамина D. И уровень парад гормона её нормализовался. Выполнена ей была в итоге всё-таки операция. Гистологически феохрометстома была подтверждена. И вот почему обращала внимание на тот тест дексаметазона. После операции развитие надпочковой недостаточности. Мы должны были об этом сразу подумать. Ну, естественно, мы подумали, но я к тому, что мы должны на это всегда обращать внимание. Что те пациенты, у кого есть автономная гиперсекреция кортизола, они очень вероятно разобьются в надпочковую недостаточность после операции. Ей была назначена достаточно большая дозировка гидрокортизола, 45 миллиграмм в сутки после операции. Потом мы потихонечку-потихонечку её снижали. Сейчас уже прошло 4 года после операции. Она получает 7,5 миллиграмм картефа в сутки. И на этом фоне она компенсирована. Данных за рецидив феохрометстома не получено. Она регулярно посещает приёмы. И мы проводим контрольное обследование, как лабораторное, так и визуализирующее. Про вторичный гиперпаратироз сказал. Сейчас парад гормонов в тех же единицах 38, при норме до 65. Есть такая специальная группа целевая по наблюдению за пациентами с наследственными заболеваниями, с развитием опухолей. Именно по опухолевым рискам наследственным она выносит рекомендации для каждого из заболеваний. В том числе нейрофиброматоз первого типа представил на слайде те рекомендации, которые вынесены относительно феохрометстома. То есть там прямо в этих рекомендациях по каждой из патологий, которая характерна для синдрома, есть отдельная табличка с рекомендациями. И, естественно, пояснение к ним. Итак, кому рекомендуют скрининг на феохрометстому среди пациентов с нейрофиброматозом первого типа? Только тем, кто планирует беременность и уже беременны. Если планируется оперативное лечение, большое с введением наркоза, и при наличии повышения уровня артериального давления без других видимых причин. Эта оговорка насчет других видимых причин немножко меня смущает, потому что вот та же пациентка 50 лет с менопаузой. Ну, наверное, у нее были какие-то другие причины, однако причиной давления все-таки была феохрометстома. Поэтому здесь остановились бы, что просто повышение уровня давления у пациентов с нейрофиброматозом уже показания к скринингу на феохрометстому. Однако скринировать всех пациентов это сообщество не рекомендует. Другую пациентку, молодую, покажу. У нее у матери уже был установлен нейрофиброматоз первого типа, поэтому она наблюдалась с детства. И как раз был скрининг на феохрометстому целенаправленный. У нее есть дочь 4 лет, и она уже генетически типировала свою дочь, мутации нейрофиброматоза первого типа не выявлено у дочери, и это прекрасно. Поступила к нам она также с классическими симптомами феохрометстома, однако они были еще без повышения уровня артериального давления. То есть это нормотензивная форма. Да, были приступообразные учащения сердцебиения, но не было характерных кризов. Такие формы тоже есть. И сейчас чем больше развиваются визуализирующие исследования, КТ, особенно с пандемией ковид, когда стали выявлять новообразование надпочечников малых размеров, тем больше мы стали видеть пациентов нормотензивных сфеохрометстома. При осмотре объективном также мы видим множественные кожные нейрофибромы. Хотя, смотрите, на последней фотографии, вот здесь пятна цвета кофе с молоком, это единственные два пятна, которые я смогла найти у нее на теле, раздев ее полностью. Там на спине еще было маленькое, которое как бы под критерии не попадает. Поэтому фенотипические проявления могут быть разные, в том числе и кожные. Но кожные нейрофибромы здесь не оставляли никаких вопросов. Как я уже говорила, у нее был преимущественно норадреналиновый тип секреции. Может быть, это тоже влияет в отношении развития артериальной гипертензии, а не только тахикардии. Также был дофамин несколько повышен, его амбулаторно определяли. Но при этом пробы с одним миллиграммом токсаметазона была положительной, полное подавление было получено. И поэтому в послеоперационном периоде у данной пациентки надпочкой недостаточности не было. Хотя феохрометстома также достаточно крупная была. Мы видим вот этот участок. Мы привыкли, что это некроз. На самом деле эта пациентка интересна. Это зона гиалиноза. Как морфологи потом оценили, это не характерно для феохрометстома. Это такая особенность ее. После операции феохрометстома была подтверждена. И в течение года данных за рецидив не было. Однако сейчас прошло три года с операцией. Это гистологическое исследование микрофотографии. То, что я говорила, зону гиалиноза видно. Через три года после операции у нее выявлен рецидив с той же стороны, где была проведена операция. То есть мы видим, что феохрометстома может быть агрессивной и в этом случае. Хотя ранее утверждалось, что нейрофиброматоза не столь агрессивна феохрометстома, как и в большинстве наследственных синдромов. Нет, мы видим, что единичные случаи и при наследственных синдромах бывают агрессивные. И приеме они бывают с метастатическим поражением феохрометстомы, хотя это редкость. Ну, метастатическая феохрометстома в принципе редкость, тем более в рамках наследственного синдрома. В данном случае это не бетастаз, это местный рецидив. В втором надпочечнике также уже подрастает феохрометстома. То есть посмотрите, вот здесь слева это рецидив феохрометстомы слева, а вот справа уже потихонечку начинает расти феохрометстома второго надпочечника. Пока проведена операция только рецидива слева, и возвращаясь всё к той же целевой группе и к их рекомендациям, они рекомендуют хирургическое вмешательство только при симптоматической форме для улучшения качества жизни пациентов. Я очень часто сталкиваюсь с вопросом, ну вот вы же видите, это наследственная феохранцитон, давайте уберём сразу два надпочтника по типу того, как убирается щитовидная железа с целью профилактики медулярной карциномии при синдроме МЕН-2 типа. Нет, так не работает. Качество жизни пациентов на тероксине и качество жизни пациентов на постоянной заместительной терапии глюкокортикоидами – это разное качество жизни. Поймите, это приём препаратов минимум три раза в день, некоторые пациенты и четыре раза в день принимают для того, чтобы достичь оптимального качества жизни. Если у пациента случается какая-то экстренная ситуация по здоровью, ну не знаю, шёл, сломал ногу, попал в автокатастрофу, у него высокие риски летального исхода вследствие развития острой надпочковой недостаточности. Если это женщина, то введение в беременности, роды без двух надпочников или на заместительной терапии, даже если у пациентки есть ещё свой сохранённый надпочник или часть надпочника даже, это всё равно более безопасно, чем введение этих… Это молодые чаще всего пациенты с наследственными синдромами без двух надпочников. И, в конце концов, по всем исследованиям продолжительной жизни их выше. Поэтому все абсолютно ассоциации рекомендуют как можно дольше оттягивать процессы до того, как проводится хирургическое лечение. Да, эта опухоль признана сейчас злокачественной, да, могут быть риски метастазов, риски местных рецидивов, но риски смерти от надпочника и недостаточности превышают эти риски редкого метастазирования. Поэтому и рекомендуется в опытных руках, естественно, как у Елисия Саныча, например, Игоря Константиновича, органосохраняющая операция, то есть резекция надпочника, если это технически возможно, понятно. Мы предупреждаем пациентов, что в оставшейся ткани надпочника будет рецидив с вероятностью очень-очень высокой. Но когда он будет, то есть у нас есть такие пациенты, кто после множественных эндокринных нооплазий, синдрома, были прооперированы по поводу фиокронстомы, это синдром фонгипеля, линдау, ВИЧЛ. И особенно вот для девочек, которые беременеют и рожают уже по второму, по третьему ребенку, очень важно, да, они готовы на то, что это будет повторная операция. Но им проще выносить эту беременность, им проще родить. И оно того стоит. Особенно если мы говорим о пациентах, которые живут не в Санкт-Петербурге и каких-то крупных городах, а где-то, где медицинская помощь может быть не столь быстрой. Есть у нас пациенты, которые прямо из далеких сел, поселков. Для них тоже сохранение хотя бы части надпочников может спасти жизнь при каких-то ургентных состояниях, пока приедет там скорая и сможет ему колоть, например, хоть тот же преднизолон. Естественно, мы предупреждаем о том, чтобы у них глюкортикоиды, в том числе для парентерального введения, были в домашних условиях. Я благодарю за внимание. Надеюсь, что Елисей Александрович справился с техническими сложностями.